МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спонсор программы – магазин Компас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Женя! Жень, ну все, уже пора. Пора уже камера включилась. Ладно. А что там достану? Бутер. А я думала, ты меняешь формат программы. Пока не очень получается. Всем привет. Здравствуйте. Это снова программа «Приехали». Сегодня у нас очень много дел. Мы, кстати, хотели отойти в программе от темы перекрестков, но они как-то сами врываются в нашу жизнь. Не, но если на чистоту, то не перекрестки врываются, а кольца теперь врываются. Это модно. Да, кольца в нашей жизни. Все очень модно. Об этом мы поговорим прямо сейчас. Погнали. Еще один. Выходите, я вам серьезно говорю. Еще один. Останавливаемся и выходим. Не, мы не будем выходить. Ну, пожалуйста. Ну, я не знала. Ну, серьезно. Я не видела, знаю. Что наблюдали в первые дни, когда появились здесь изменения? Ажиотаж ДТП. Ажиотаж ДТП невнимательных людей, которые не обращают на знаки дорожное внимание, так как пролетали мимо. И по привычке говорят в основном. Все как ехали, так и ехали. В первые дни произошло, ну, порядка пяти, а то и более ДТП за один день, когда были только установлены дорожные знаки, но еще не была разметка, она нанесена. Люди не обращали внимания на новые дорожные знаки. С появлением разметки ДТП сократилось количество. Люди стали более внимательны, но хватает еще тех, кто не обращает на это внимание также. Вы вообще с этого района, да? Просто это обычная такая проблема, когда ты все время на одном районе ездишь, как вот привык, а потом поменяется. Привыкнем? Куда девать? Весь город поменялся, так что надо привыкать. С 1 марта этого года в России изменены правила проезда кольцового движения. И это первое кольцо, которое в Владивостоке осуществлено по новым правилам. То есть если взять кольца, которые у нас основные, это кольца Багратиона, там привычное для всех движение, оно не изменялось, да, за последние года. И там те, кто заезжает на кольцо, они постоянно едут по главной. То здесь порядок движения немного изменен по новым стандартам. Профилактика. Дед решил, короче, снизу поехать. Понятно, что дед, может, 40 лет тут ехал, но, блин, кому легче от того, что от кого-то прилетит. В общем, мы такие, типа дел, спешат на помощь, да? Да, типа того. Короче, смотри, значит, выезжаем на перекресток. Точнее, на кольцевое вот это вот странное, назовем его странное кольцо. Въезжаем, получается, мы уступаем. Дальше вниз, вот туда дорога, это по главной. Если мы собираемся выезжать налево, мы тоже уступаем. Все, здесь, в принципе, ничего страшного, кроме пешехода. Ну, кто-то, видно, прямо на ходу меняет свои, да, траектории. Свои планы на вечер? Да, да, планы на вечер. Вот здесь у тебя, получается, главное, ты не пропускаешь их. Хотя они на кольце. Хотя они на кольце, да. Вот эти, получается, тебя пропускают, и ты дальше потом такая, с кольца едешь вниз. Может, лучше дворами ехать уже теперь? Ну, ты прям совсем-то нет. Какое-то время пройдет, ты же слышал, аварийный комиссар сказал, сколько там должно пройти? Месяцочек, да. Кто-то повыкнется, кто-то пообстучится, и все будет хорошо. Кто-то сам ликвидируется с дороги. Опять же. С Магнитогорской, когда спускаются, там главная дорога по всем направлениям. Тем, кто двигается от Енисейской на подъем, у нее уступают только тем, кто едет по Магнитогорской. Тем, кто спускается от ДВНЦ, по всем направлениям уступают движемся по кольцу. Меня зовут Юля. Я живу здесь на районе. Езжу здесь несколько раз в неделю. По привычному маршруту. Раньше было удобно и привычно ездить прямо, напрямую. Сейчас сделали, получается, разметку, да, кольцевое движение. Очень непривычно. Первый раз здесь еду. Спасибо вам, что объяснили, как ездить. Странно, что она все в том же. Не, ну красиво. Я согласен. Согласитесь, да, вот гораздо лучше и приятнее. Смотри, и приехали ты у нее здесь. И стрелочка там у нее вся ездила. Ну, шикарно. Единственное, конечно, ходить с Аней по магазинам, это прям отдельная история. Но зато мы выбрали классную одежду. Я хотел, чтобы ты была в белом и в колпаке. Ну, и мало ли чего ты хотела. Ну, да, согласен. Ну, вообще, действительно, было увлекательно выбирать нам одежду для программы. И эту всю историю мы вам покажем буквально за минуту. Уложимся. Уложимся. Погнали. Ускоренные там перемотки. Ладно. А в программе приехали бывают разные ситуации. Так что нам приходится переодеваться. А, ну, она стояла. Да, да, вот настолько разные ситуации. Это когда прошлым летом у Жени машину затопило, пришлось... Смотри, какая щука. Да, рыбы. Это, кстати, в багажнике было. Так, давай. Ну и что, по щучьему велению? Давай. И мы считаем, что соблюдать правила дорожного движения это очень полезно для здоровья. Слушай, там один у меня дядечка. На маленькой машинке подрезал. Не видел, куда он побежал? Такой. Без ноги. А, вон он. Куда же вы, мужчина? На светофоре сигналили, сигналили. Ну, в общем, я перекрасила свою машину. И теперь мне мерещатся разные люди. Слушай, а я свою найти не могу, где припарковал. Сигнал не берет. Кустарный, верно. А я еще сверху москитный натянул. Нет, это не она. Женя, ну какого лешего, а? Какого? Красивого. И незаметного. Не, ну по-моему нормально, да? Мне кажется, что очень даже неплохо. У меня тут застежка не застегивается. Что значит не застегивается? Иди сюда. Не пойду. Иди сюда, говорю. Не пойду. Девочки такие, девочки. Все застегнулось. Посмотри, как красиво. Мне кажется, мы, друзья, нашли новую форму для программы «Приехали». Да, это будет совершенно новая подача. Угу. Ведущие, правда, будут все те же опытные. За себя говоришь. С другой стороны, молодая ведущая и юный 42-летний отморозок. Ну, пошли что-нибудь починим. Пойдем починим. Сейчас так называется. Ну что, мы переодели. Проехались по кольцу. То есть программу минимум на сегодня мы выполнили. Погнали? Да, только уже долго стоим около чужой машины. Ничего, я уже не привык как родной. Надо еще посидеть, и вдруг мне понравится. Вдруг отпустим. Вдруг на следующую программу. Всем пока это была программа, приехали. Возьмем себе такую. Отходите. Редактор субтитров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok